И в понедельник в областном избиркоме подвели предварительные итоги голосования. На прошедших выборах Владимира Путина поддержали 84,38% проголосовавших жителей Тверской области. На пресс-конференции подписали итоговый протокол по результатам выборов президента. Подробности в нашем сюжете. Длительная подготовка после три дня усердной работы. И, наконец, голосование завершилось. Оно на территории Тверской области прошло без происшествий, подчеркнула Валентина Дронова. В выборах президента Российской Федерации приняло участие 72,21% избирателей, отключенных в список избирателей, что составляет 721 277 избирателей. Выборы президента на территории Тверской области состоялись. По результатам голосования Владимира Путина поддержали 84,37% избирателей. Это 606 260 голосов. По словам Валентины Дроновой, если сравнивать с кампаниями, которые проходили на территории Верхневолжья раньше, то нынешняя явка максимальная для региона. Результаты данного волеизъявления отражают самую активную позицию избирателей Тверской области в истории современной России. Немного близкие к данному результату 72,21% отключенных в списках избирателей были результаты на территории Тверской области в 2000 году, когда на выборы пришли и проголосовали 70% избирателей. Вы помните, что тогда на выборах избрался впервые президентом Владимир Владимирович Путин. Далее за вот эти 24 года результат не был приближен к сегодняшним показателям. Это исторически самый высокий результат в современном промежутке истории. На итоговом заседании был подписан итоговый протокол и сводная таблица к нему. Документ составляется под данным территориальных избирательных комиссий, подписывается членами избиркома. В документах указывается общее количество проголосовавших и результаты волеизъявления в количественном и процентном соотношении. Теперь протокол передадут в ЦИК России для дальнейшей обработки. Отметим, что в мае состоится инаугурация вновь избранного президента России. Продолжение следует...